Приветствую всех на моем канале, с вами Влад Пирожков. И сегодня я бы хотел поговорить о таком замечательном гаджете, как iPhone 6s Plus. А пока я хочу поблагодарить всех, кто подписался на канал, их имена вы можете видеть. Если вы хотите оказаться в этих титрах, просто поставьте плюс под первым закрепленным комментарием, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Лайки и комментарии, конечно, тоже приветствуются. Никогда не думал, что iPhone 6s Plus мне так понравится. Даже как-то не задумывался об этом гаджете, по-моему, его все уже давненько забыли. Прошла эра, сейчас есть 7 Plus, 8 Plus и 6s Plus как-то остался на задворках. iPhone 6 Plus имел очень дурную репутацию. Из-за своего 1 гигабайта оперативной памяти и огромного экрана, телефон, мягко говоря, работал не очень круто. Но iPhone 6s Plus эта проблема абсолютно никак не коснулась. И устройство это очень крутое. На канале уже был ролик про такой же iPhone, только на 16 гигов. И тогда я, конечно, готов признаться, я допустил ошибку, когда купил iPhone всего на 16 гигабайтов. Телефон был очень крутой, но пришлось его продать только из-за одной проблемы с памятью. Потому что человеку, который записывает ролики на YouTube, у которого есть маленький ребенок, его нужно постоянно фотографировать, снимать, мне, конечно, 16 гигов совсем не хватало. Это смартфон уже совершенно другой, хоть он и выглядит так же. Это iPhone 6s Plus на 32 гигабайта. Куплен он за 22 с копейками тысяч в МТС. Ребята, бегом бегите и покупайте. Сейчас расскажу, почему нужно это делать. iPhone 6s Plus отличный гаджет, потому что у него фронтальная панель такая же, как у iPhone 8 Plus. Соответственно, вы не будете выглядеть каким-то бомжом, как я хожу сейчас с iPhone SE. Люди, наверное, смотрят на меня и смеются. iPhone 6s Plus все еще выглядит очень круто. И данный дизайн будет актуален довольно долго. iPhone 8 Plus вышел недавно, соответственно, их спереди не отличить. Что касаемо экрана. Экран здесь установлен Full HD и, в принципе, он очень крутой. Конечно, если сравнивать лоб в лоб 8 Plus и 6s Plus, 8 Plus будет чуть ярче, чуть контрастнее и прочее. Но, если их не сравнивать, тут отличный экран. Белый цвет, реально белый. Все шрифты очень четкие. Так как тут разрешение 1080p, вы можете увидеть, что пиксели нереально различить глазом. Качество экрана просто умобомрачительное. Это довольно-таки дико для меня, потому что я привык пользоваться младшими моделями iPhone 6, 7, 8, SE, например. И у них у всех плотность 320 точек. И когда я первый раз взял в руки iPhone 6s Plus и увидел вот эту матрицу на Full HD с 400 точек на дюйм, я охренел. Потому что экран просто сумасшедший. Не верится, что за такие деньги вы получаете такой экран. Что касаемо производительности. Ну, вы скажете, не может быть все так круто. Да, экран хороший, вид внешне симпатичней. А что касается начинки. Здесь установлен процессор Apple A9 и 2 гигабайта оперативной памяти. Если сравнивать с Android устройствами, это кажется все смешным. Процессор 2015 года, 2 гига оперативки. Но этот скотина умудряется работать отлично. Не зависать, не дергаться, не задумываться. И абсолютно все задачи она выполняет очень-очень быстро. То есть, реально у меня слов нет, насколько этот скотиняка быстрый. Он действительно работает так, какой работы ты не ожидаешь от iPhone 2015 года. Проблем никаких с производительностью нет. Процессор A9, 1850 МГц. Производитель TSMC. Это, кстати, на заметку, если покупаете iPhone 6s Plus, iPhone 6s или iPhone SE, лучше покупать с процессором TSMC. Потому что самсунговские процессоры немножко более горячие. И немножко больше жрут аккумулятор. Здесь у нас процессор на 16 нанометров. В принципе, неплохо. У меня Core i3 в компе такой же был как-то. Я знаю, что многие сейчас начнут писать про то, что все ты врешь. Это старое говно, он никому не нужен, он лагает, дергается. И специально для вас на канале уже есть ролик, где данный смартфон сравнивается лоб в лоб с iPhone 8 Plus. Там запускается одновременно приложение. И вы можете увидеть, что iPhone 6s во многом сильнее iPhone 8 Plus. Я сам не верю в то, что говорю, но так и есть. Реально. Если не верите, посмотрите этот ролик. И после того, как посмотрите, обязательно подпишитесь на канал. Я для вас стараюсь, ребята. Давайте посмотрим, как работает, например, Asphalt 9. Еще могу заметить, что играть на этом смартфоне очень удобно. Вот эти вот скругленные края. Он лежит в руках как влитой. И экран действительно такой, как будто его придумывали специально для гейминга. Очень удобно. Я даже заметил то, что на iPhone SE, когда я играю в Asphalt, я играю хуже, чем играю на iPhone 6s Plus. Он как будто мне дает немножко очков к скиллу моему, которого и так, собственно говоря, нету. Но на iPhone 6s Plus я умудряюсь выигрывать гонки, а на iPhone SE как-то с трудом. Но при этом, кстати, железо в них одинаковое, и производительность у них очень-очень похожая. Никаких лагов, подергиваний нету. Игра идет очень плавно. Никаких урезаний по графике нету. Все пылинки, все снежинки, грязинки и царапинки на машине видно. Все очень круто и здорово. Вот вы можете увидеть повтор гонки. Действительно все очень здорово. Полностью графика выкручена на максимум. Все эффекты присутствуют. Никаких урезаний по разрешению. Игра идет в полном Full HD. И проблем нету. Понимаете, а смартфон 15-го года. Я не устаю это повторять, потому что для меня дико. 4 года прошло, а телефон все еще очень крутой. Это меня заставляет задуматься о покупке еще одного iPhone XR. Потому что если ты купил себе iPhone современный, ты можешь быть уверен, что ближайшие 4 года или 5, или может даже больше, этот телефон будет работать отлично. И можем заметить, что Apple действительно исправились. Если мы посмотрим, на какой операционке этот смартфон работает, то мы увидим, что здесь стоит последний iOS 12 1.4. Вы можете вспомнить, что раньше iPhone было очень опасно обновлять на последнюю версию. Спустя 3-4 года на последних версиях iOS он лагал. Вспомните iPhone 4. Когда вышла iOS 7, я установил ее и ужаснулся. Мой iPhone превратился в какое-то говно. Он дергался, глючил и тормозил. Мне сразу же трясущимися руками я начал его откатывать. Пожалуйста, верните мне мою iOS 6. Ну вас нахер. А тут таких проблем нет. У iOS 12 только стала лучше и быстрее. Понимаете? Поэтому, мне кажется, Apple нужно отдать должное. Они исправляются. Они видят свои косяки и работают над ними. Также мы можем вспомнить историю с аккумуляторами, когда у iPhone терялась емкость АКБ, и они снижали искусственную производительность, чтобы iPhone жил подольше. Сейчас такого нет. Мы можем зайти и посмотреть, сколько аккумуляторов процентов у нас осталось. И мы можем отключить или включить пиковую производительность, когда емкость упадет. Это тоже большой плюс Apple. Касаемо камеры этого iPhone. Проблем с ними тоже нет. Вы можете посмотреть мой обзор на iPhone SE и посмотреть мой ролик, где я показываю, как снимает камера iPhone. Там все снято неплохо, но тут будет еще лучше, так как здесь у нас есть оптическая стабилизация. А в съемке видео это очень круто. Также это круто в фотографиях, потому что, когда мы фотографируем в сложных условиях, когда у нас там выдержка меняется, фотография может получиться смазанной, из-за того, что мы где-то чуть-чуть дернули. Но если здесь есть оптическая стабилизация, значит фотки будут очень крутыми. Конечно, я не смелюсь утверждать, что фотографирует он так же, как современные iPhone. Но фотографирует он круто. И в свое время я купил iPhone 6s только для того, чтобы фотографировать. У меня тогда родился сын, и я хотел запечатлеть все моменты. И специально для этого потратил 45 тысяч, чтобы все-все моменты, какие-то его первые шаги, я смог запечатлеть и сохранить у себя на компьютере и в памяти. Поэтому iPhone 6s я считаю очень крутым вариантом. Ну а 6s Plus просто ультимативным устройством. Если вы успеете, в МТС этот гаденыш еще продается. Его там можно приобрести в формате как новый. Пугаться этого не стоит. В интернете есть миллион роликов на эту тему, почему этого не стоит бояться. И в принципе смело покупать. Поэтому, ребята, дерзайте. Можете мне выразить благодарность за совет, потому что это действительно классный гаджет, и я всем советую его купить. На моем канале все гаджеты, которые я показываю и советую, они действительно годные, и считаю я их годными точно. Потому что эти гаджеты я покупаю для себя или в свою семью. А в свою семью я дерьма не куплю. У меня маленький канал, у меня нет рекламы, у меня нет чего-то такого. Поэтому все делается чисто от души и с добрыми намерениями. Поставьте лайк, напишите комментарии, вообще что думаете по поводу этого гаджета, напишите каким айфоном пользуетесь вы. И купили бы вы себе сейчас айфон 6s Plus в наше время. По-моему гаджет классный. Спасибо всем большое за просмотр. Хорошего дня, настроения, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok